Замечательная попалась публикация, наконец, среди моря неорганизованной информации в сообщениях по искусству, в сообществах про искусство или арт-артель. Интересная публикация о художнике Генри Матиссин. Я его считаю, что это художник, который входит в десятку великих художников всех времен и народов на нашей планете. Ну что же он здесь пишет? Его биография. Но, правда, надо ее комментировать. Родился 31 декабря 869 года в Ле-Като на севере Франции. В 1892 году приехал в Париж, где посещал мастерскую Бугро, Академию Жулиана, Школу изящных искусств, Школу декоративных искусств. Позже занимается мастерской Густава Моро. Ну вот надо прокомментировать, что он блуждал туда и сюда, потому что он был неудовлетворен ни тем, ни другим, ни третьим. Поиски непосредственной передачи ощущений при помощи интенсивного цвета, упрощенного рисунка и плакостного изображения отразились в произведениях, представленных им на выставке «Диких фавистов» на осеннем салоне в 1905 году. Кроме того, Матисс испытал сильное влияние произведения исламского искусства, показанных на выставке в Мюнхене. Но вот пропущено здесь увлечение его, конечно, японской живописью, которая несет прелесть поэзии, и он внес эту поэзию в европейское искусство. Ну, творчество Матисс не было умозрительным, а способствовало развитию яркой палитры. В отличие от современного кубизма, не было умозрительным, а основывалось на скрупулезном изучении натуры и законов живописи. Ну, конечно, комментируя, надо сказать, что-то чушь собачья. Он попирал законы живописи, поэтому не был удовлетворен, посещая все эти учебные заведения, где эти законы излагались. Он их решил попирать, и он их нарушил ради поэзии, потому что нет законов в поэзии. Есть такое чувство красоты. Ну, умер в 54-м году. По этому поводу я написал в СССР. Что такое все-таки волшебство? И есть ли вообще оно на свете? Аппликации и рисунки Матисса. Насколько я понимаю, Матисс неважно себя чувствовал, и не было сил работать с холстом и красками, и взял в руки ножницы и цветную бумагу. Ну, казалось бы, это бесконечно более низкий жанр относительно живописи. Но нет. Разглядывайте вещи, душа наполняется ветром радости. Вот сила искусства. И вот, что ж такое все-таки волшебство? И есть ли вообще оно на свете? Как можно вдохнуть в какие-то незатейливые изображения столько силы и поэзии? По каким-то необъяснимым нарушениям правильного рисования? И по соотношениям цветов вдруг мы, блуждая взглядом, прочитываем что-то, что наполняет нас сильнейшим чувством? Вот оно и есть неиспоримое, осязаемое воздействие и колдовство. И настолько сильное, и настолько необъяснимое, что является свидетельством существования волшебства. Субтитры создавал DimaTorzok